Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу дать последнюю информацию о том, как обменять замороженные иностранные активы. Это сейчас стало возможным. Ну, в общем, договорились о том, что можно будет поменять, начать менять на взаимной основе вот эти замороженные активы. Смотрите, ну, предыстория какая. Вы помните, что с началом специальной военной операции, там ввели всякие санкции и так далее, и активы российские были заморожены. Причем все скопом, все подряд. И от этого пострадали многие частные инвесторы. В ответ на это Центробанк России заморозил иностранные активы. То есть, ну, как заморозил? Они сказали, что, ну, вот вы, как бы, нас отключили от свифта, а теперь мы вам не можем, как бы, вы не имеете права, ваши компании, как они могут перевести деньги из России, свою прибыль. Вот, ну, как бы так. Ну, короче говоря, замороженные деньги иностранных инвесторов. Тоже в какой-то бешеной сумме. В какой-то бешеной сумме. И, значит, долго мыкались уже, вот два года как, и сейчас решили следующее взаимная основа. То есть, смотрите, вы, ну, как бы, говорит Центробанк иностранным инвесторам, вы не можете вывести деньги из России, да? Потому что вы сами заморозили свои доллары, вот, свифт-переводы. И вы же заморозили российские активы, и теперь россияне тоже не могут вывести свои активы, которые заморожены в иностранных акциях. Ну, и предложили, грубо говоря, бартер. То есть, они говорят, что давайте сделаем так. Значит, вы выкупаете активы, замороженные у россиян. То есть, грубо говоря, россияне продают, соглашаются продать свои активы иностранцам. Вот так. Каким образом это делается? Ну, во-первых, сначала решили начать с мелких инвесторов, потому что их больше всего. И как бы, их больше всего, а денег там не так много, суммарно заморожено у мелких инвесторов. Основные деньги заморожены, конечно, у крупных инвесторов. Поэтому решили начать с инвесторов, у которых заморожена сумма не более 100 тысяч рублей. Ну, в пересчете на курс. Вот, поэтому, ну, как бы, разрабатывали долго процедуру. Эти переговоры ввела со стороны России группа финансовых, ну, как бы, специалистов из брокера «Инвестиционная палата». Если вы были, если у вас был открыт счет в открытии брокера, то вы наверняка знаете, что такое «Инвестиционная палата». И, скорее всего, у вас там есть активы иностранные, которые вы купили, они были переведены, значит, после того, как на брокера открытия наложили санкции наши западные друзья. Вот, соответственно, у меня тоже, так сказать, были активы и в «Инвестиционной палате» они заморожены. Так вот, «Инвестиционная палата» стала инициатором этого дела и стала организатором этого дела. Вот, поэтому все эти расчеты будут производиться при помощи «Инвестиционной палаты», то есть при посредничестве «Инвестиционной палаты». И, соответственно, сейчас все брокеры, все-все брокеры, не только «Инвестиционная палата» собирают заявки на обмен вот этих вот замороженных активов. Такое же заявление поступило и мне, ну, как бы предложение, естественно. То есть надо смотреть на почту. В почту мне пришло письмо, что вот сейчас, значит, есть возможность, посмотрите и так далее. Я зашел в приложение «Вижен Инвест», в котором у меня есть доступ к своим активам в «Инвестиционной палате» в том числе. Вот, «Вижен Инвест», если у вас нет инвестиционной палаты, то, наверное, у вас не будет такого доступа. Но у меня есть счет и мои активы замороженные находятся в «Инвестиционной палате». Вот, я зашел туда, там появилось сообщение о том, что я могу, оно такое на фиолетовом фоне, вы можете, значит, там обменять свои активы, вы можете их не обменивать, а можете обменивать вот так. То есть это дело такое, вы должны написать заявку, что вы готовы их обменять, свои активы. Далее, что у меня появилось? У меня появилось такое окошечко, и подать заявку на предложение выкупа иностранных акций. Вот, до 100 тысяч рублей я напоминаю. Смотрите, что я сделал. Я начал формировать этот портфель, этот портфель, то есть мне дается список из моих активов, которые я могу выбрать для того, чтобы продать. У меня там больше 100 тысяч рублей. У меня там больше 100 тысяч рублей. Поэтому я взял, открыл свой портфель, значит, там, и, значит, список у меня выпадает, и я выбираю, какие активы я хочу продать. Прежде всего я хочу продать фонды Финнекс. Финнекс Global Equity, ну, короче говоря, Финнекс. Что такое Финнекс? Финнекс – это иностранная компания, зарегистрирована в Ирландии. Это иностранная инвестиционная компания, которая создавала такие фонды глобальные. Что такое фонд? Фонд – это общий котел, в который мы складываем деньги, значит, как бы, и в складчину покупаем какие-то активы, которые мы не можем купить самостоятельно. Ну, например, значит, вот у меня был глобальный Global Equity в долларах, ну, и рублевый какой-то фонд был. Вот, короче говоря, тут написано, что они возможны к обмене. Фонд, который, вот, я могу там буквально за рубль был, фонд, или за один доллар, да, за один доллар я могу купить вообще акции всех мировых компаний в количестве 2000 штук. Пропорционально этим компаниям. Вот такой фонд. То есть, я же не могу 2000 акций и 2000 компаний купить, а тут за один доллар я покупаю маленькую долю в этом фонде. Вот такой фонд. Очень хорошая идея. Фонд реально покупал эти акции. Фонд достаточно надежный был. Но этот фонд, там, он был создан под российских инвесторов, собственно говоря, вот, за что и поплатился после того, как были все заблокированы вот эти вот активы. А потом еще иностранцы запретили, ну, просто, так сказать, все функции этого фонда. В результате этот фонд не может проводить никакие операции сейчас. А активы есть у него. Вот, ну, как-то, наверное, там решают. То есть, это самая сложная задача. Скорее всего, фонд, ну, может быть объявлен банкротом, но активы от этого никуда не деваются, собственно говоря. Вот, поэтому, значит, первое, что я сделал, я все активы фонда представил на продажу. Дальше, у меня были еще акции, вот, AstraZeneca, например, да, ну, в принципе, нормальная компания, но тоже поставил, что, ну, до 93 тысяч набирал. NIO Incorporated. Что такое NIO Incorporated? Это китайская компания у меня была куплена по производству электрокаров. А, обалденная компания, но что-то у нее там пошло не так. Вот, и там, по-моему, ой, они вообще некрасивое сделали что-то там. Взяли оферта по выкупу акций, а у меня акции заблокированы. То есть, как бы, ну, вот совсем нехорошо поступили. Ну, короче говоря, вот такие вот акции у меня были. То есть, они уже выкуплены, по идее, вот эта вот NIO, она выкуплена у меня. Ну, она висит на мне, потому что, потому что я не могу деньги забрать, грубо говоря. JD тоже китайская компания, тоже я ее поставил на продажу. Вот, и у меня сформировался портфель на продажу в сумме, так, сейчас покажу, в сумме 93 561 рубль 68 копеек. Вот, ну, вот такая сумма. Это не все акции. Я оставил акции AMD и там еще что-то, так сказать, крупных компаний, которые, ну, точно не разорятся. Вот, там, Ionis, по-моему, даже продал, хотя тоже очень такая компания хорошая. Вот, ну, как бы, сейчас она заблокирована, когда будет разблокирована, бог ее знает. Ну, вот, AMD и что-то еще я, то ли Ionis, то ли AstraZeneca я оставил. Вот, то есть, какая-то фармацевтическая компания. Соответственно, что было дальше? Сформировал, дальше нажимаю подать поручение, вот вы сейчас видите. И, значит, далее появляется окошечко предложения. Предложения там, я принимаю какие-то, значит, понимаю, осознаю, что я в добром здравии. СМС, подтверждение и, собственно говоря, все. Ваше поручение передано в обработку. Хорошо, нажал кнопочку «Хорошо» и все. Значит, то есть, я подал заявку на обмен своих иностранных активов. Соответственно, эти заявки собираются с 25 марта по 8 мая 2024 года. То есть, время еще есть, не переживайте, время у вас до 8 мая сбора заявок, может быть, даже продлят. И эти заявки будут удовлетворены где-то в июле месяце. Ну, вот так вот, вот такой просвет. Если это дело получится хорошо, то, значит, это дело будет продолжено. Вот такая информация. Обращайтесь к своему брокеру, смотрите за письмами, следите за письмами. Если у вас в инвестиционной палате, зайдите в свой личный кабинет инвестиционной палаты. Если у вас она не активирована, нет приложения Vision Invest, не установлено на телефоне, установите его, прямо сейчас вы увидите, наверное, видео о том, как это сделать, видеоинструкцию. То есть, у меня было отдельное видео на эту тему. А на сегодня все. Лайк, подписка. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!